В Курганской области из зон возможных подтоплений эвакуировали 23% людей, 4354 человека, среди них 685 детей. Из эвакуированных примерно каждый восьмой находится в пункте временного размещения. Всего планируется эвакуировать 18718 человек. В Кургане сотрудники МЧС России спасли мужчину, провалившегося под лед. Он решил перейти по реке Табол до садоводства и провалился под лед. К счастью, на другом берегу от места происшествия сотрудники МЧС укрепляли дамбу для защиты от паводка. Они и спасли мужчину. В Кургане сотрудниками полиции задержан 37-летний мужчина. По месту жительства гражданина полицейские обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения массой почти полтора грамма. Также у мужчины изъяты предметы, которые он использовал для изготовления наркотика. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В Курганской области с паводком борется более 1800 человек и более 600 единиц техники. Наиболее сложная ситуация складывается в Зверенеголовском муниципальном округе, где уровень воды в реке Табол составляет более 10 метров. Спасатели МЧС России эвакуируют людей из зоны подтопления с помощью плавсредств и плавающего транспортера. Также продолжаются берегоукрепительные работы. Проводится оповещение и информирование населения, а также оказание адресной помощи. Курганскими оперативниками задержаны подозреваемые в краже строительных инструментов со строящегося в поселке Зазерный объекта. Двое молодых людей, 22-летний местный житель и его 18-летний приятель, с помощью подручных средств повредили навесной замок бытовки и похитили имущество. Дома у одного из подозреваемых проведен обыск, обнаружен и изъят похищенный шуруповерт. Остальное имущество злоумышленники сдали в комиссионный магазин. Сумма материального ущерба составила более 13 тысяч рублей. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. В Курганской области прошла всероссийская акция под названием «10 тысяч шагов к жизни». В Китово в ней приняли участие более 70 человек, в Мишкино 20, в Петуховском муниципальном округе 114 человек, в Каргополе 74 участника, а в Щучьи 72 человека. Больше всего приняло участие в этой акции в Половинском муниципальном округе 148 человек. Главная цель акции – пропаганда ценностей здорового образа жизни и повышения физической активности населения.